И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем серию наших видео-уроков для домашнего использования. Лечим спину сами себе руками. ЛСССР называется. И сегодня у нас вторая часть такой лечебной гимнастики, которую я называю ленивой гимнастикой, не вставая с постели. В данном случае у нас постель заменяет кушетка массажная. В принципе, когда вы просыпаетесь, вы эти упражнения простые, достаточно можете применить для себя. И, в принципе, неограниченное количество может применять их в день повторов. То есть, можно повторять сколько угодно. Смысл в том, что если у нас защемило поясницу в данном случае, она болит, совсем не обязательно, что это грыжа. То есть, не пугайтесь. В 80% случаев это бывает просто мышечный спазм. Мышцы заблокировали, видимо, там какое-то идет обострение, может быть, там где-то иннервация идет в ноги, где-то какое-то защемление. Но все равно первая причина, она идет из мышц. Мышцы блокируют. То есть, организм как бы страхуется. Он пытается заблокированными мышцами скрепить это место, ну там в крестце, в позвоночнике, в ягодицах, для того, чтобы, ну как бы по его мнению, по мнению организма, да, меньше травмировать. Но на самом деле скрепляя, он наоборот зажимает сами эти нервные колешки и все остальное зажимает, и получается только наоборот хуже. Поэтому, чтобы расшатать вот эту вот нашу систему, тазобедренную, да, есть такой комплекс коротеньких упражнений. Сейчас я вам их продемонстрирую. Если вы смотрите наше видео, можете прямо повторять, смотря его у себя дома, лежа где угодно, на диване, на кушетке, на кровати, на полу, неважно. Но единственное, что на полу даже лучше, потому что чем жестче будет место, где вы лежите, да, можете на досках лежать. Я вот его сам для себя, это упражнение делаю даже в банях. В бане, в парилке, прямо в парилке на полугах, вот на этих деревянных настилах. То есть, чем жестче у вас основание, да, тем лучше. В данном случае нам поможет массажный стол. Так, смотрите. Поднимаете ноги в коленках к себе. Вот так вот, да. Я, ну, как бы специалист, он может вам помочь, да, определенным нажатием. Для начала проверяем, вот, ноги должны быть везде, прямой угол совпадать. Тихо, тихо, вот так вот. Нажатием на колени проверяем, как там кости таза у нас. Болят, не болят, там неудобства какие-то, да, вот что-то вы чувствуете? Сейчас ничего не чувствуете, да. Вот, но самому человеку за колени себе взять тяжело в таком положении, да, поэтому мы немножко нагибаем их на себя, берем руками, прям утром с утра делаете, да. И еще раз повторяю, что за счет силы рук вы начинаете двигаться, да, на себя, по очереди, да, да, может, по очереди. Вот, первое сейчас упражнение, это по очереди. По очереди делается с напряжением, то есть рукой давите на себя, тянете, да, ногу, а коленом сопротивляетесь, сопротивляетесь, сопротивляетесь. Вот, сразу почувствуете напряжение здесь вот в пояснице, в крестце. Есть такое, да? Вот, болевые ощущения есть? Нет. Вот, у данной дамы, зовут Татьяна, меня сегодня ассистирует. Привет, Татьяна. Привет. Защемление идет по правой стороне, по правой ноге. Вам огромные сигналы, огромная польза будет от того, если вы найдете то место, где как раз вот болевой синдром, да, вот вы чувствуете эту боль. И именно в этом, чем больнее в данном случае, тем лучше. Именно в этом месте старайтесь так прорабатывать вот это местечко все больше, больше, глубже, глубже. Так, теперь захватите поплотнее ноги, да? Ну, может даже, ну, не обязательно в замок руки брать, да? И вот такие покачивания вот так вот в сторону. Это второй прием, да? Третий прием, как бы по спирали вот так вот, сворачивайте ноги за счет силы рук, да, 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 давайте, давайте. Во-во-во, правильно, правильно. Надеюсь, если вы нас смотрите и повторяете, то у вас тоже все получается. Упражнения не сложные. Еще раз повторяю, что весь смысл в микродвижениях. Так, теперь просто обе покачивания на себя. Вот во время покачивания особенно важно, чтобы у вас полностью кости и таза лежали на столе. Опускайте их и плечи тоже. То есть спина должна быть желательно просто ровная. Идеально ровная. Так, а теперь выпрямляем ноги. Прямые ноги. Если прямые тяжело держать, болит в области крестца, да, вот, это значит, что есть проблемы именно там. То есть, возможно, это даже какая-то протрузия там есть, да, поэтому чуть-чуть можно согнуть либо в коленках, но более комфортно чуть-чуть примите, так нормально, да. Держите руками как можно выше. И то же самое по очереди друг на друга. Поменьше, поменьше движения, такие быстрые, резкие, помедленнее, помедленнее. Отлично. Теперь обе ноги так покачиваем, 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 покачиваем себе, но при этом таз стараемся держать на столе. Так. Получается, да? И теперь попробуйте еще один прием провернуть. Достаточно сложный. Вам надо обе ноги, как можно прямые, да, соблюдая прямой угол со спиной, повернуть как можно больше относительно... Давайте одну руку будем держаться за стол, чтобы плечи лежали желательно. Как можно дальше, я вот буду помогать, Татьяне, как можно дальше горизонтально. Тут уже больно, да? Все, потерпели чуть-чуть и возвращаемся обратно, возвращаемся. Сами сможете такое проделать без помощи, да? В домашних условиях. И в обратную сторону меняем руки. Да, желательно, чтобы плечи тут лежали. Еще раз поворачиваем сюда. До предела, где вам больно будет, да? Чувствуете, да? Все расслабляемся и ведем назад. Вот, и самое главное, возвращаться из этих приемов, от этих упражнений, пластично, плавно, опуская ноги. Ну, самостоятельно, на это вы лучше коленкой сгибаете их и просто медленно, самое главное, медленно запустить. Вот, этого вполне будет достаточно. При часто использовании такого приема вы почувствуете облегчение в пояснице. Я сам тоже делаю эти упражнения, ну, как я, по-моему, уже говорил в бане, в парилке, да? И, ну, у самого тоже бывают проблемы вот в этой области. В области самой опасной нашего тела, где соединяется позвоночник с крестцом, да? То есть, это вся масса в верхней части корпуса дает практически на вот эту, на одну точку соединения. Пожалуйста, используйте эти приемы, такие простые, замечательные, в своей практике. Ленивая гимнастика, не вставая с постели, номер два. А в следующем видеоуроке я покажу вам еще кое-какие интересные упражнения, поэтому не отключайтесь, ставьте нам лайки вот здесь, подписывайтесь на наш канал вот здесь, пишите комментарии, там ниже вы увидите, где их можно написать. И до новых встреч, увидимся в следующих видеороликах. До новых встреч!